Здравствуйте! Представляю вашему вниманию важнейшие темы арктической повестки с 16 по 20 января. Новое российское оборудование продлит жизненный цикл заполярных лэб. Тюменьские энергетики создали агрегат, который в автоматизированном режиме помогает бороться с изморозью на линиях электропередачи. Разработка позволит предотвратить обмерзание лэб и связанные с этим проблемой, так называемую пляску проводов, короткие замыкания, повреждения конструкции, разрывы и отключения линий. Оборудование для автоматизированного удаления изморозья и INES Lab будет проходить апробацию в условиях Арктики до ноября 2023 года. Жатайская судовещь будет сдана к концу 2023 года. Строительно-монтажные работы на жатайской судоверфи должны быть завершены до конца текущего года. Комплекс возводится в поселке городского типа Жатай, расположенном в полутора десятках километров от Якутска. Реконструкция жатайского судоремонтного предприятия и его превращение в полноценную судоверфь осуществляется под эгидой федеральной программы развития судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений. Верфь будет способна производить порядка 10 речных и морских судов в год. Это позволит закрыть потребности перевозчиков, оперирующих на северных реках региона, а также в акватории Севморпути. Создано приложение для изучения якутского языка с нуля. В республике Саха появилось приложение для владения якутским языком Сахалы. Оно может ознакомить пользователя с грамматикой якутского в приложении вшит словарь, а также модуль интерактивных уроков. Оценить свои познания в якутском можно будет по встроенным викторинам, олимпиадам и рейтинговой системе. Задача сохранения языкового наследия коренных народов Севера имеет стратегическое значение для Российской Федерации. Над ее решением трудится и экспертный центр ПАРА. Под его эгидой создан видеокурс энинского языка, переизданный букварь и учебные пособия. Первый резидент АЗРФ от Якутии увеличил добычу олова в полтора раза за год. Рекордное количество олова, более 600 тонн, было излечено из недр на месторождении ручей Терехтях в Якутии в течение 2022 года. Это в полтора раза больше аналогичного показателя за 2021 год. Высокого результата добился первый резидент арктической зоны России от региона – компания Ян Олова. Развитие добычи олова важно не только для Якутии, которая благодаря этому создает новые рабочие места и источники прибыли, но и для страны в целом, ведь олова – это стратегически важный товар, востребованный на отечественном и мировом рынках. На создание цифровой экосистемы Севморпути выделяется почти 4 млрд. рублей. 3,8 млрд. рублей будет выделено из федерального бюджета в 2023-2024 годах для создания цифровой экосистемы Северного морского пути. По замыслу она будет выполнять функцию ледового навигатора, обеспечивающего эффективное выстраивание маршрута в непростых условиях Северного Ледовитого океана. Как ожидается, она повысит безопасность, высокоширотная навигация и существенно снизит временные и финансовые затраты, связанные с плаванием в акватории Севморпути. Спасибо за внимание и до новых встреч!